Всем привет, с вами Reborn. Ну чё, проведём последнюю распаковочку в этом году. Она будет не такая большая, как предыдущие. Да, в принципе, и предыдущие были не такими уж большими. Просто ещё подарочки я не получил на Новый год. Поэтому покажу вам то, что я прикупил себе, там несколько комиксов. То, что я прикупил другу, там несколько книг. И ещё одну прикольную штуку. Надеюсь, она вам понравится. Но прежде чем начнём, я бы хотел вас попросить подписаться на канал, потому что как-то подписчики не хотя прибавляются, а надо бы, надо. Это Новый год скоро. Сделайте мне подарок. Давайте 300 подписчиков до Нового года наберём. Будет просто великолепно. И поставьте лайк под видео, если вам нравятся мои распаковки. Ну всё, я вас попросил сделать то, что я хочу. Сделать мне подарок к Новому году. А теперь давайте начинать саму распаковку. Первым делом я вам покажу прикольную штуку, которую купил. Но сначала маленькая предыстория. Недавно гулял по Ленте. Ну, вы знаете, думаю, такой магазин. Это как Акей, Ашан и тому подобные гипермаркеты. Там обычно давненько продавались по скидкам маленькие такие коробочки. Называются Sweetbox. В этих коробочках роддомно можно было получить одну из нескольких фигурок. Там было очень много разных коробочек. По всяким мультикам и тому подобное. Но мне больше всего понравилось по Звёздным войнам. Потому что, как бы, это же Звёздный войн, ну чё. Давно я покупал себе такую коробочку маленькую. И мне попался вот такой вот штурмовик. Я думаю, видно его, нет? Ну, я так покажу. Да. Видно всё. Вот такой штурмовик попался мне в маленькой коробочке. И вот я гуляю по ленте, смотрю, стоит вот такая вот здоровая коробища. Я охренел, думаю, нифига себе, какая она большая. Я её очень сильно хочу. Смотрю цену, чё-то цена не к нему. Пошёл на другой сцену. Нашёл эту цену. Она стоит 150 рублей. Я не поверил своему счастью. Я её, конечно же, взял. Здесь помимо фигурки есть ещё всякие вкусности. Я вам не буду говорить, что там внутри. Потому что, если вы вдруг хотите узнать, что здесь, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк под видео. Я обязательно сделаю распаковку этой коробочки. Хотя я её и так сделаю. Но лайки и комментарии никогда не помешают. А что? Пишите, если вы хотите распаковочку вот этой коробки. Комментарии оставьте. Пожалуйста. Продолжим. С прикольной штукой разобрались. Ну, я надеюсь, она вам понравилась. И вы захотите увидеть её распаковочку. А теперь давайте перейдём к книжным покупкам. Сначала думаю показать книги, которые купил мой друг. Потом перейду к своим комиксам. Первое, что он купил, это вторая книга по вселенной Dead Space. Называется «Катализатор». От автора ПК. БК, Леон, БК, БК, Леон, Эвенсона. Книгу, конечно же, я эту не читал. В саму игру я играл, наверное, в первую часть. Полчаса. Она мне как-то не зашла. Не помню, почему. Либо компьютер тормозил, как обычно. Либо просто мне не понравилось. Многие любят эту игру. Мой друг Ан не исключение. И поэтому, видимо, он решил почитать вот эту вот книжечку. Не знаю, о чем она. Советовать никому не буду. Если хотите, можете сами купить и посмотреть. Вторую книгу, которую он заказал, стала книга Дэна Симмонса «Эндимон. Восход Эндимона». Тоже первый раз слышал про эту книгу, но Дэн Симмонсон очень известный и хороший автор. Например, по его книге в начале этого года вышел сериал «Террор», который рассказывает про задерявшийся корабль. Там очень много мистики, но я почему-то осилил пока что только две серии. Надеюсь, все-таки наверстаю. Потому что все говорят, что сериал просто бесподобный. Но он типа псевдо. Исторический псевдо. Потому что там очень-очень много мистики. Ну, я думаю, вам тоже этот сериал понравится. Так что гляньте и не забудьте. Еще у этого автора Дэна Симмонса выходила книга «Гиперион и падение Гипериона». Тоже говорят, очень хорошее произведение. Всем советую прочитать. Хотя сам не читал. Ну и теперь давайте я вам покажу комиксы, которые я купил себе. Их там тоже всего две штучки, так что много времени не зайдет. Извините, все, кто хотел большие распаковки. Сегодня не получилось. Первым делом, я очень сильно давно хотел начать читать комиксы от издательства «Вэлиант». Ну, как-то они, блин, у нас выходят в ТПБхе от издательства «Сокол». И я ТПБхе, ну, не очень люблю. Но все же решил попробовать и взял первый томик комикса «Икзо Войн». Спрашивал в одной группе. Вы ее, наверное, знаете, «Комикс Фома Комьюнити». Подписывайтесь, если хотите. С какого бы комикса начать читать эту вселенную? Мне посоветовали все из «Икзо Война». Ну, решил взять именно его. Если честно, я удивился от его толщины, потому что она вот такая. Это, это, это капец. Тоненько, прям очень тоненько. И стоит эта книга без акций, если 350 рублей. По-моему, это дороговато для такой толщины. Могли бы хотя бы туда добавить еще пару номеров, чтобы она была, ну, блин, пожирнее. Четыре номера, да я же даже не наемся, нихрена. Обзор на эту книгу обязательно будет, потому что я очень сам хочу ее прочитать. Скорее всего, даже будет скоро времени, возможно, даже следующий. Почему я хотел познакомиться с этой вселенной? Да, в принципе, не знаю. Марвел и DC как-то уже немного поднадоели. Хочется что-нибудь новенькое. И у них харды в оригинале выглядят прям шикарно. Я хочу начать собирать эти харды, но как-то собирать их, если не понравится сама вселенная, это такое себе. Так что я ее прочту. И если эта вселенная мне понравится, то я начну собирать оригинальные книги этой вселенной. Ну и последний комикс на сегодня, который я себе заказал, это комикс от известнейшего писателя Джеффа Лемира. Графства Эссекс, том 1. Жизнь на ферме. Очень много наслышан про этот комикс. Все его хвалят, говорят просто бесподобный, хорошая история и тому подобное. Но вот рисунок меня у него немного отталкивает, потому что он, ну как-то, не знаю. У меня такой рисунок не очень заходит. Но я надеюсь, что история будет хотя бы на уровне с контактом с богом, который у меня там стоит. Почему я ее сравнил именно с этой книгой? Ну там рисунок просто немного похож на вот этот. Поэтому сравнение, само собой, пришло ко мне на ум. Ну вот такие вот покупочки получились у меня на этот раз. Да, я согласен, их что-то сегодня маловато было. Но я просто, как я сказал, уже не получил подарки на Новый год. Следующая распаковка будет, наверное, уже в следующем году. Надеюсь, в первых числах января. Ну а если вам понравилось это видео, не забудьте поставить под ним лайк и распространить его из моей группы ВКонтакте. Ссылку на которую вы найдете в описании. Также не забывайте подписываться на канал, если вы здесь первый раз. Как я уже сказал, давайте наберем до Нового года 300 подписчиков. И вы меня сделаете самым счастливым человеком на земле. Также оставляйте комментарии под роликом насчет комиксов, книги. И не забудьте про новогодний подарочек, который вы здесь увидели. Понравились ли вам они или не понравились. Распаковывать этот подарочек или нет. Но я его все равно распакую, так что как хотите. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Что-то пора, по-моему, придумать другое приветствие и прощание. А то я вам отдаю честь как военнослужащим. Субтитры сделал DimaTorzok